Пережив в прошлом множество войн и конфликтов, человечество сегодня подвергается новой опасности. Информационная война – вот глобальная угроза, которая воздействует через манипулирование сознания. Чтобы противостоять ей, в Самарской митрополии ведется большая духовно-просветительская деятельность. В конце прошедшего 2018 года в Самаре и Тольятти состоялись православные кинолектории. Специально для их проведения к нам приехал режиссер, журналист и автор культурно-образовательного патриотического воспитательного проекта «Под солнцем» Василий Яцкин. Проект «Под солнцем» учит добру, вере, любви и дружбе. Василий Яцкин вместе с мамой Галиной Яцкиной основал студию «Киноконтакт». Галина Яцкина – актриса и педагог, известна широкому кругу зрителей по фильмам «Женщины и уроки французского». Галина Ивановна Яцкина – кандидат искусствоведческих наук, а также воспитатель таких актеров, как Маковецкий, Гордон, певица Светлана Копылова, Суханов, Жигунов – это все ее ученики. При поддержке Патриархии и Министерства культуры Российской Федерации за 15 лет Василий Леонидович с кинолекториями объехал больше половины России, значительную часть Беларуси и до 2014 года треть Украины. Яцкин наглядно на примерах кино и телевидения показывает, как с помощью современных технологий сознание программируется на отказ от родной культуры, как искажается история и внедряются губительные стереотипы поведения. А в противовес всему этому – демонстрация фильмов и сюжетов о культуре, христианских ценностях, православных традициях. Наша задача – донести до наших соотечественников одну простую мысль. Без веры мы просто погибнем. У нас сейчас другая вера приходит. Вера в золотого тельца, в деньги, в финансы, чисто в материалистические какие-то ценности. А Россия никогда не жила этими ценностями. И я очень рад, что даже президентский указ 16-го года декабрьского говорит, что в России традиционно приоритет духовных ценностей над материальными. Но сегодня, к сожалению, если ты спросишь, что такое духовность, люди этого не знают. И вот об этом наши фильмы и наша программа. Священник, врач, учитель, военный, судья. Издревле эти профессии считаются священными, потому что каждая из них не просто род занятий, а высокое служение, в основе которого самопожертвование и большая ответственность за жизни, судьбы людей. Именно поэтому организаторы проекта «Киноконтакт» в первую очередь ведут духовно-просветительскую работу среди представителей этих профессий и среди молодежи, которая особенно подвержена влиянию улицы, сети интернет, телевидения, деструктивных сект. В Самаре одна из встреч Василия Яцкина состоялась в духовно-просветительском центре «Кириллица» во время областной православной конференции, на которую собрались священнослужители, педагоги, руководители и волонтеры центра в помощи семье и, конечно, родители. Здесь показали фильм на тему разрушения традиционной модели семьи. В картине представлена ретроспектива событий XX века, которые привели к отказу от христианских духовных ценностей в семье. И очень ярко продемонстрированы итоги этого. Во Франции за полвека существования ювенальной юстиции из семьи было изъято более двух миллионов детей. Только за один год в Германии – 70 тысяч. В Прибалтике за последние годы – 50 тысяч. Не отстает Швеция, Норвегия и прочие западные страны. Кому угрожает семья? Конечно, это разрушение государства. Развратом, ювенальной юстиции, наркотиками и многими другими технологиями такого тихого сокращения населения. Ставя целью прибыль любой ценой, человек рано или поздно сам превращается в товар. А человечество – в безликую массу. Да и управлять людьми легче, когда они лишены родителей, семьи, обязанности, ответственности, патриотизма, культуры. Надо обязательно дать какие-то рецепты забытой воспитания детей, показать какие-то образцы, на которые сегодня ориентируются, как вообще надо относиться к мужчине, к женщине, как богословски осмыслить семью. Вот я очень хочу, чтобы тот фильм, который мы создаем, заставил действительно и священников, и православных задуматься, какую программу надо делать в православной гимназии, в православных школах, в миссионерских и молодежных отделах епархии. У меня большая семья, у меня семеро детей, все дети свои, старшие две дочери замужем, подрастают двое внуков. Я очень хорошо помню, придя на родительское собрание в первом классе, учительница говорит, ты знаешь, так странно, но, говорит, ребенок отличается. Я говорю, чем отличается? Так же одет, так же сидит. Отличается, что он из многодетной семьи. Она говорит, вот когда кому-то нужна помощь рядом, этот ребенок, он первый, кто бросается на помощь. Это не от того, что я так научила специально. Нет. Это от того, что они все время были вместе. Для чего семья? Семья уничтожает эгоизм личности, замкнутый самой на себя. Когда человек один, он конченый эгоист по определению. А как разрушить эгоизм личности? Женить этого ребенка, выдать замуж. Уже такой человек дробит эгоизм личности, замкнутый на себя, на двоих. Родился ребенок, он уже на троих дробит. И чем больше детей в семье рождается, тем более дробится эгоизм личности, замкнутый собой на себя. И уже эгоизма не остается. Домострой – это образ жизни наших предков. В этой книге времен Иоанна Грозного священник Сильвестр отразил основы семейного уклада. По домострою глава семьи – мужчина. Женщина – мудрая хранительница домашнего очага. Помощница мужа. Дети – дар божий. За семейным столом первым ложку брал мужчина, затем мать, и только потом дети. За всем этим стоит духовный взгляд. Семья – осколок рая на земле. В раю о всех заботится Бог. Значит, в семье отцу дано заботиться о всех, нести главную ответственность. Семья в идеале – это школа любви. Любить учится каждый через послушание. Работа над фильмом «Кому угрожает семья» еще продолжается. В этом и есть задумка автора. После показов и обсуждений, проведенных в разных уголках России, дополнить его мнениями, впечатлениями, предложениями самих зрителей. У Василия Яцкина всегда очень плотный график встреч. После конференции в тот же день он беседовал с сотрудниками управления Федеральной службы исполнения наказания. Десять заповедей совпадают во всех традиционных религиях. И если мы хотим сделать учреждение исправительным, то мое первое обращение к генералу, вот недавно я в Кемеровской области выступал, там встречался с главой Лесина Кемеровской области. Главная просьба – повесить эти десять заповедей, это не противоречит законодательству. Мусульмане только спасибо скажут, потому что не то же самое, я на Кавказе сейчас выступаю. Итак, мне завидно. Вот посмотрите, десятая заповедь, казалось бы, последняя. Но ведь с этого все начинается. Расул Гамзатов написал в свое время замечательное стихотворение. «Очень скоро дурная привычка дорастет до большого греха. Вор, укравший сегодня яичко, через день украдет петуха». И сколько осужденные мне признавались, что они начали именно с зависти, а закончили потом убийством и насилием. Говорили о силе покаяния. В качестве примера – отрывок из фильма про Терея Сергия Баранова «Литургия». В камере пожизненных я стал думать о своей жизни, о грехах, о Боге. Я здесь остался снова один, один на один за своей бедой. Мне не с кем было поделиться и не с кем поговорить о том, что болело внутри. И я стал говорить с Ним. Каждое утро я встаю с чувством радости и вечером засыпаю, переживая счастье. Прочитав утренние молитвы и Евангелия, я целый день творю Иисусову молитву. Это большое утешение. И даже более того, это настоящее счастье. Я не имею наслаждений миру, но я очень близок к Богу. Простите меня за дерзкие слова. Его имя не сходит с моих уст, мысли заняты им. И я очень чувствую его любовь даже ко мне, разбойнику. Я священник, стоящий уже 20 лет у престола. Не могу, к сожалению, не могу сказать, что переживаю Бога так же близко, как этот разбойник-убийца. Поэтому снова и снова я еду к нему, чтобы учиться любить Бога. Однако общение с Богом в молитве, в причастии необходимо и для самих сотрудников, работающих в системе исполнения наказаний. Василий Леонидович старался донести до аудитории, что вообще важно начинать с себя, с очищения собственной души и сознания, с анализа того, что мы и наши близкие потребляем с экранов телевизоров и компьютеров. Дорогие мои, посмотрите внимательно на эти запады. Вы увидите, что против каждой идет сегодня война. И нам вначале в семьях надо это восстановить, да? А потом уже и в работе тоже желание с детьми вначале все решить женой. Была организована встреча со студентами Самарского медицинского колледжа имени Ляпина. Вы, молодежь, находитесь в более опасном информационном окружении, чем находились мы в Советском Совете. Вот мне 47 лет, я в детстве и в юности не имел окружения такого количества отравленных, песен, мультиков, бомб в социальных сетях, те, кто синих китов, да? Мы просто жили как в заповеднике, как в непуганной аллее, и мы сравнили с вами. Вам сейчас это очень тяжело. И даже против медиков направлен один известнейший американский сериал, с которого потом сделали кальку. Но некоторые из вас, посмотрев этот сериал, даже не поняли, что вам уже обработали мозг. И вот в том фильме, который мы вам оставим на диске, потому что вы сейчас увидите только сам фильм, но мы очень рады, что здесь присутствуют педагоги, потому что и замок воспитателей, потому что именно на этом диске продолжение после этого фильма, еще несколько фильмов дополнительных, которые раскрывают суть того, что сейчас работает по взламыванию кодов милосердия в медицине, каких-то базовых принципов, чтобы вы максимально коммерциализировались, максимально стали бездушными и даже получали в белых халатах вместо врачей. И здесь доказано почему и показывала противоположность этого врача, то, с кого действительно стоит глядить образ и примерное отражание. Фильм «Врач последней надежды» рассказывает о гении медицины советских времен хирурге-ортопедии Лизарове. Изобретенный им аппарат широко используется в травматологии в нашей стране и за рубежом. Его называют чудом 20 века. С помощью него Гавриил Абрамович поднял на ноги Галину Яцкину, страдающую от туберкулеза костей, продлив, как она сама говорит, и творческую, и человеческую жизнь. 1979 год. Фильм «Уроки французского». Миллионы людей плакали у экранов. Загорелась тебе! Приспичило ехать! Русский писатель Валентин Распутин рассказал свое послевоенное детство. Я исполняла в фильме роль его матери. Чтобы войти в кадр, мне приходилось отбрасывать костыли перед командой «Мотор». Ну чего стоять! А еще раз торопишь, поехали! Забраться на грузовик. Да за год зерна дошлепаем, выгрузим из кабины эти бидоны, а там уж ко мне пересядешь. С актерской карьерой нужно было прощаться. В это время умирает муж, которому 35 лет. Были бы живы наши с тобой мужики. За гробом шла на костылях. Осталась с маленьким ребенком на руках. Чего вы об этом говорите? Да. Что бы со мной было, если бы не вы, говорил Абрамович. Этот фильм – дань бесконечной благодарности за спасение. Но он не только о биографии и достижениях врача Элизарова, но еще и о доброте, милосердии, жертвенности и любви. Дело врача – дело, прежде всего, служения. Когда ты делаешь обход в палате, делаешь, так сказать, неформально, а серьезно, как должен делать врач, ты оттуда уходишь, как губка, напитанная страданиями человеческими. Окно доктора Элизарова светилось до четырех утра. Как-то я заглянула к вам в кабинет на костылях и спросила, почему вы не жалеете себя? Ведь уже четыре утра. Вам завтра оперировать весь день. До сих пор помню, что вы тогда ответили. Галина, вы видите этих людей? Они приехали сюда на последние деньги. Может, им всей деревней собирали. Если бы я жалел себя, то вы бы ко мне не попали. Есть такие труды, после которых бывает смертельно уставший, но они делают человека счастливым. Например, тяжелая операция, которая длилась много часов. Хирург выходит весь обессиленный, потный, еле-еле живой, но он счастлив. И этот же фильм показали студентам Самарского медицинского университета. После операции я пригласила Гавриила Абрамовича с Валерой Брумелем к себе домой в гости, в мою двухкомнатную квартиру на Мосфильмовскую улицу. Он спрашивает, «А какой этаж?» Я говорю, «Четырнадцатый». На лице у него мелькнула озорная улыбка. «Валера, я тебе ногу сделал, а тебе, Галина, ногу сделал. Так, я вниз на лифте, а вы по лестнице, на перегонки». Дорогой Гавриил Абрамович, «Я счастлива, что моя дорога через тридцать лет привела меня к вам, заставила глубже осознать роль врача в мире, где так много страданий, и без веры их не преодолеть. На эмблеме вашего центра – аппарат. Из него растет к солнышку зеленое, вечно молодое деревце. Говорят, оно приснилось вам во сне. Вся наша жизнь – это деревце, которое тянется к солнцу, к Богу, к врачу последней надежды». Профессия врача освящена и временем, и священным писанием. И возрождение духовности в профессии врача сейчас необходимо, как никогда. К сожалению, сейчас про врачей говорят все больше о плохом, и хочется слышать не только это, но и хочется слышать правду, что есть на самом деле искренние верующие, добрые, милосердные врачи, такие, как показаны в сегодняшнем фильме. Они есть, они рядом с нами, они помогают, протягивают руки помощи, и то добро, которое они несут, является поистине христианским добром. и оно в себе олицетворяет образ Христа, того милосердного пастыря, который остановился для того, чтобы помазать раны брошенного, избитого разбойниками человека. Вот сегодняшнее человечество, сегодняшние люди, это как раз такие вот избитые, израненные, и они, как никогда, нуждаются в этой помощи. Я верю, что сегодняшний фильм, сегодняшний проект будет той первой ступенькой к этому духовному врачеванию сначала самих врачей, а через врачей уже и всех нас, людей. Во время просмотра многие из студентов плакали, а после фильма педагоги подходили за дополнительными материалами для дальнейшей просветительской работы, задавали вопросы. И для самого Василия Яцкина, и для организатора кинолектория в Самаре это было очень отрадно и ценно. Значит, тронуты сердца. Значит, все, что было сделано и делается, не зря. АПЛОБИЛЖЕНИЕ АПЛОДИСМЕНТЫ